Всем привет! С вами канал Космостар. Артистка театра имени Маяковского обрела популярность благодаря образу Жанны Аркадьевны из ситкома «Моя прекрасная няня». На экране героиня постоянно ругалась с дворецким Константином, но к финалу сериала выяснилось, что она вовсе не ненавидит мужчину. Кого же Ольга Прокофьева любила в реальности? Ольга Прокофьева появилась на свет в подмосковном Одинцово. Ольга росла в рабочей среде, где считалось, что стать актрисой можно только по большому блату. Она едва не поверила в эту теорию, абитуриентка срезалась на втором туре и в школе, студии МХАТ, и в щуке, и в щепке. На следующий год было решено повторить попытку, и тут нашей героине помог случай, друг семьи Прокофьевых, гаишник, как-то остановил на дороге студента пятого курса ГИТИСа Владимира Гусинского и предложил правонарушителю сделку, мол, отпустит парня без штрафа, если тот подготовит к поступлению Олю. Выпускник курса Бориса Равенских с полной ответственностью подошел к обучению девушки, заставив ее штудировать кучу книг и читать Цветаеву на таком надрыве, что из глаз лились слезы. Тем не менее на третьем туре Прокофьева провалилась, но к счастью педагоги посоветовали ей пройти дополнительный отбор у Андрея Гончарова. И чудо свершилось, Ольга стала студенткой ГИТИСа. 20 июня Ольге Прокофьевой исполнилось 59, и ей давно не нужно доказывать режиссерам свою состоятельность. О профессиональных победах актрисы и ее личных потерях в нашем материале. Уже будучи актрисой театра имени Маяковского, Ольга Прокофьева вновь столкнулась с Владимиром Гусинским, готовившим ее к поступлению в ВУЗ. Встретив артистку на бензоколонке, Гусинский с удивлением отметил, что перед ним уже не юная ученица, а красивая молодая женщина. Прокофьева пригласила бывшего педагога на дачу, не подозревая, во что это выльется. В тот момент ставший бизнесменом выпускник ГИТИСа уже разъехался с женой, хотя и не оформил развод, поэтому Ольга Прокофьева охотно приняла ухаживание кавалера. Несколько раз Гусинский предлагал Ольге выйти за него замуж, но блондинка отказывалась, ведь и в гражданском браке им живется неплохо. А в итоге после четырех лет отношений актриса бросила избранника, рядом с которым была как за каменной стеной. Все потому, что артистка влюбилась в партнера по спектаклю «Завтра была война». Юрия Соколова. Владимиру Ольга отказывала неоднократно, а вот за Соколова согласилась выйти замуж уже через четыре месяца. Правда, как говорил сам артист, вопрос со свадьбой ускорили их матери, познакомившиеся друг с другом. В любом случае, влюбленные поженились, а в 1992-м у них родился сын Саша. Потом наступили тяжелые времена, Путч – дефолт, уничтоживший все накопления. Супруги отправились на заработки в Германию, где Юрий трудился грузчиком, а Ольга – домработницей. Но даже не эти проблемы подточили отношения, не имея особых актерских амбиций, Юрий Соколов занялся писательством, что не приносило доходов. И если поначалу артистка говорила, что главное – любовь, то теперь все чаще намекала мужу, что тот должен кормить семью. Соколов подозревал, что так жену настроила меркантильная теща, но главной причиной краха брака считал равнодушие Прокофьевой. Спустя 12 лет супруги развелись, зачем последовала череда скандальных судов за недвижимость. Соколов уверял, что отдал свою однушку сестре-актрисе, а из общей двушки Прокофьева пыталась его выписать, хотя уже ждала от Департамента культуры элитную жилплощадь. Соколов стал многодетным папой, но сетовал, что сын от Прокофьевой прекратил с ним общаться. Широкая известность пришла к актрисе после киноролей. Она засветилась в воровке и детях Арбата, ну а в 2004-м вытянула счастливый билет, получив роль Жанны Аркадьевны в «Моей прекрасной няне». По сюжету дворецкий Константин в исполнении Бориса Смолкина постоянно издевался над финансовым директором Максима Шаталина, но в финале сериала выяснилось, что делал он это по любви. Отсюда возникли и слухи о романе Прокофьевой со Смолкиным. В 2010-м ходили слухи об интрижке Ольги с молодым коллегой по театру Виталием Гребенниковым, однако сплетни звезда не подтверждала. Не разглашая никаких деталей, в прошлом году актриса сообщила, что не одинока и у нее есть друг. Актрису, как и многих знаменитостей, не обошли стороной финансовой трудности, связанной с пандемией коронавируса. Звезде пришлось жить на оклад и пенсию в размере 20 тысяч.